МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Противовирусный режим сильно повлиял на нашу с вами жизнь. На самоизоляции россияне живут уже полтора месяца. Дома получена первая зарплата, многие трудовые обязанности переосмыслены. Меж тем, режим удаленной работы для многих сделал отношения с начальством натянутыми. Статистикой поделился крупнейший интернет-портал вакансий. Согласно его исследованиям, 16% всех ушедших на домашнюю работу рассказали, что общаться с шефом в последнее время стало сложнее. Все-таки перестраиваться к новым реалиям непросто. Однако 4% респондентов отчитались о том, что наоборот, нашли общий язык с начальством. А для 72% вовсе ничего не изменилось. Что же касается топа профессий, которые легко перешли на рельсы удаленки, то это информационные технологии, искусство, масс-медиа, маркетинг и пиар. А вот работать на расстоянии не получилось у административного персонала, транспортников, промышленников и аграриев. Тут комментарии, думаю, излишни. Хлеб в интернете точно не испечешь. Другое дело, не станут ли после пандемии многие профессии по привычке сугубо удаленными. Пока же только время. И вот еще об одной работе без возможности удаленки. Аграрии мечтали о дожде, но природа ответила сухим отказом. Из-за самого засушливого года за последнее полвека семь территорий Ставрополья могут лишиться части запланированного урожая. Дефицита зерна из-за этого не возникнет. Но вот экономику сельских предприятий ждет серьезное испытание. Что сегодня происходит на полях? Во время рабочей поездки проверил первый зампред правительства региона Николай Великдань. Он пообещал аграриям поддержку и искусственно вызванные дожди. К полевому исследованию присоединился и Леонид Нечапуренко. Вот здесь у нас проходила влага, так сказать, скапливалась за счет того, что асфальт. Вот разница в растении. Два колоска в руках директора сельхозпредприятия обозначают разницу между ожиданием и реальностью. Там, где в ложбине у дороги скапливалась вода, выросли нормальные колосья. А на всем остальном поле никуда не годные. Всходы едва возвышаются над землей. Такими же невысокими будут в этом году и доходы аграриев. Не то, что прибыли недополучим. Мы уходим в минус, потому что затраты на сегодняшний момент по зерновым составляют в районе 19-20 тысяч рублей на гектар. Ну, естественно, есть поля, которые мы уже просто ликвидировали. То есть мы уже ушли по этим полям в минус. К засушливой бесснежной зиме добавились весенние заморозки. И получился год, про который даже бывалые агрономы говорят, никогда на нашей памяти такого не было. И это не присказка, а подтвержденный учеными факт. Этот год вообще не похож ни на какие. И за историю наблюдений это 60 лет. Сегодня мы имеем вот такую почвенную засуху. В итоге примерно половина посевов по краю сейчас находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Остальное это либо неважные всходы, которые все-таки смогут дать урожай. Либо те участки, где не стоит и пытаться. А вот так выглядит одно из пшеничных полей, если присмотреться поближе. Грязно-серого цвета здесь гораздо больше, чем зеленого. Почва покрылась трещинами и сухой коркой. Эта пшеница уже не взойдет. Поле проще перепахать и готовить к осеннему севу. Либо посадить какие-то альтернативные культуры. Гречку, просо, кукурузу. На некоторых из таких полей уже работает техника. Тяжелая ситуация, впрочем, не во всем регионе, а только в семи территориях. В Петровском, Благодарненском и Нефтекумском округах. На Василицком, Туркменском, Степновском и Арсгильском районах. Пострадавшие аграрии могут рассчитывать на помощь властей. В крае рассчитывают увеличить объем льготных кредитов для сельхозпредприятий. Помогут селянам и в приобретении семян. Губернаторам Ставропольского края принято решение в резервный фонд для пополнения и приобретения особенностей семейного фонда. Заложен около миллиарда рублей. Мы вышли с таким предложением заложить такую сумму. Для того, чтобы мы могли закладку делать урожая 2021 года. А вот скупую на дожди погоду собираются исправить искусственно. В правительстве края уже договорились с Московской обсерваторией. Той самой, что обычно разгоняет облака над столицей перед военными парадами. В этот раз осадки нужно не предотвратить, а вызвать. Но специальный реагент с этим справится. Сейчас уже практически заключен контракт. Выделены из резервного фонда Ставропольского края 40 миллионов рублей для этого. И буквально где-то в начале 20-х числах мая этот самолет сюда прибудет и будет искусственно вызывать осадки. При этом уже ясно, что ставропольцы точно не останутся без хлеба, несмотря ни на какую засуху. Дефицит зерна с мукой краю не грозит. Остались солидные запасы с прошлого года. Да и урожай планируется хоть и не рекордный, но сопоставимый с уровнем последних лет. Взглянули в корень аграрной проблемы Леонид Нечапуренко и Антон Париков. Ставропольское телевидение. Мы продолжаем. Первый рейд с журналистами в новой должности. Дмитрий Семенов, который временно исполняет обязанности главы Ставрополя, проехался по ключевым точкам краевой столицы. Посмотрел, как работают службы, ответственные за чистоту города. Особое внимание уделил учреждениям, которые занимаются оформлением новых выплат для семей с детьми. Джамиля Ибрагимова готова резюмировать. Город – это как большой дом, поэтому и уборка в нем начинается с утра пораньше. В шести часов специальная техника уже чистит широкие проезжие части, моет тротуары. Щетка, немного воды и вот уже каждый уголок дороги сияет. Там, где недостает техника, коммунальщики работают в ручном режиме. У Дмитрия Семенова, который вот уже несколько дней исполняет обязанности главы Ставрополя, первый рейд по городу в новом статусе. Сначала он решил пообщаться с теми, благодаря кому краевая столица выглядит такой чистой и ухоженной. Его первостепенная, как руководителя, задача – сделать, чтобы город всегда оставался таким. Надо все равно усиляться, потому что май, июнь – это такой основной промежуток времени, когда нужно навести полностью в городе порядок, чтобы потом его было удобнее и легче поддерживать. А вот этот характерный шум по традиции раздается весной. В Ставрополе время покоса травы. Весна для Ставропольского газона – это повод преобразиться. Тем более, смотрите, шевелюру он отрастил приличную. Пора стричься. Ну вот, вот так гораздо лучше. Трава особенно активно стала после прошедших дождей. Местами уже больше метра. Дмитрий Семенов призвал коммунальщиков усилиться. Для этого надо привлечь больше бригад для покоса травы. Еще он поручил тем, кто косит газоны, работать в связке с теми, кто убирает улицы. Нужно сразу планировать график, чтобы уборочная техника, которая подметальная, после того, как вы покосили улицу, сразу же, незамедлительно, она проходила и убирала траву. Потому что вы понимаете, сейчас начинается сезон дождей, и эта трава, если она останется на дороге после дождя, будет забивать ливневки. Там, где ливневки, недалеко и дороги. Их Семенов тоже осмотрел, а точнее одну. По улице 45-я параллель, от улицы Рогожникова до Пирогова, завершается строительство трассы. Сейчас осталось поселить небольшой участок асфальта, а 1 июня уже можно открыть и движение. Особое внимание Дмитрий Семенов уделил тем учреждениям, у которых в условиях эпидобстановки прибавилась работа. Речь о подделениях МФЦ и пенсионного фонда. К слову, в Рио мэра Ставрополя ожидал увидеть очереди. Специалисты ведомств сейчас занимаются оформлением новых выплат для семей с детьми. Однако никаких столпотворений в коридорах нет. Чтобы не собирать очереди, просто привлекли к работе больше сотрудников. В очереди что-то были здесь сегодня? Нет, просто сразу пришла и пришла. Сколько по времени? Вот зайдя в пенсионный фонд, вы попали к специалисту? Около 5 минут заполнила заявление и прошла в кабинет. Семенов призвал сотрудников отделения и дальше работать в усиленном режиме, чтобы и выполнить указ президента, и не создавать угрозы для здоровья людей. А городские улицы инспектировали Джамиля Ибрагимова и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Кстати, чтобы наверняка не создавать толпу, можно воспользоваться сайтом госуслуг. Большую часть вопросов сейчас можно решить в электронном формате. Продолжаем выпуск. Санатории Кавминвод могут начать работать уже с 1 июня. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в эфире федерального телеканала. Он рассказал, что здравницы могут возобновить деятельность, но, конечно же, с соблюдением мер профилактики. Вероятнее всего, отметил глава региона, в первый месяц санатории заработают в режиме обсервации. То есть отдыхающие будут лечиться, проходить необходимые процедуры, но не смогут покидать территорию санатория. По словам Владимирова, сейчас обсуждают, в каком формате будет работать персонал. Рассматривается два варианта. Либо сотрудники будут постоянно находиться в здравнице, подобной карантину, либо работать вахтовым методом. Ну а на этом все. Если вам есть что рассказать нам, то пишите в мессенджеры WhatsApp и Telegram по этому номеру, присылайте фото, видео и описание, ну а мы, в свою очередь, сделаем об этом репортаж. Далее у нас прогноз погоды. Все об этом знает моя коллега Яна Лукушкина. Она в студии и прямо сейчас поделится всей необходимой информацией. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Здравствуйте, дорогие зрители Своего ТВ. Какая погода ждет нас в понедельник, 18 мая? Расскажу прямо сейчас. В Ставрополе значительная облачность. Утром ожидается дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 12. В Изобильнинском и Новоалександровском округах пасмурно. Днем плюс 19, ночью плюс 14. Возможен дождь. В Пятигорске, Минеральных Водах и Кисловодске пасмурно. Днем до плюс 21, ночью плюс 16, без осадков. В Кисловодске значительная облачность. Плюс 20 днем и плюс 14 ночью. Переходим к востоку края. Там пасмурно и дождливо, но тепло. В Ипатово, Буденновске и Нефтекумске температура днем до плюс 20, ночью плюс 13. В Арсгире и Дзивном плюс 18 днем и плюс 13 ночью. А теперь о том, что происходит далеко за пределами края. Гигантская акула подплыла к прогулочной лодке в США. Ее удалось заснять на камеру мобильного телефона. Это китовая акула и считается, что они безопасны для людей. Хотя размеры рыбы, конечно, пугают. Появление такой акулы у побережья и на мелководьях довольно редкое явление. Обычно за ними наблюдают с помощью спутников над акваториями с глубиной в 5 и более километров. Так что этот случай – настоящее везение. На этом у меня все. Увидимся на своем.